Здравствуйте! Сегодня я расскажу об еще одной новинке в компании БТЛ. Это аппарат Эксион. Это платформа, которая сочетает в себе несколько видов аппликаторов. И это, возможно, работа с лицом, неинвазивное омоложение лица, отдельный аппликатор. Отдельный аппликатор для тела, это повышение тонуса кожи и коррекция локальных жировых отложений. Аппликатор фракционный, фракционный микроигольчатый РФ. И четвертый вид аппликатора, это аппликатор, позволяющий работать в гинекологии, наружное интимное омоложение и интервагинальное. Про каждый вид аппликаторов расскажу более детально. Чем интересен формат данного аппарата? Это платформа, которую вы можете укомплектовать в зависимости от того, какие потребности именно в вашей клинике. Долгое время мы ждали фракционный ГОИЧ-ТРФ, потому что данная технология закрывает большое количество показаний и потребностей. И наконец-то технология появилась со своими существенными преимуществами, о которых более подробно и детально я расскажу именно в этом видео. Итак, фракционный ГОИЧ-ТРФ. Что мы имеем в показаниях, с чем мы можем поработать, для кого он подойдет? Это работа с качеством кожи. То есть мы работаем на нормальном слое, на субдермальном слое. И в показаниях это, конечно, омоложение лица. Мы оказываем лифтинг-эффект за счет воздействия на фибробласты, на молекулы коллагена, кожу уплотняя и получаем хороший лифтинг-эффект. То есть в показаниях будет проявление гравитационного птоза. Это брыли, это носогубные складки, это появившийся или появляющийся второй подбородок, то есть работа с субментальной зоной. Это нечеткий контур нижней челюсти, оплывший овал лица. Все это будет в показаниях, когда мы хотим получить лифтинг-эффект. В данном случае в показаниях будут морщины разной степени выраженности. Конечно, первой и второй степени это будет более интересный результат. Что мы еще имеем в показаниях? Это работа с тонусом кожи в целом по телу. То есть, конечно же, это лицо, но это будет и шея, и декольте, и зоны по телу, такие как локти, колени, внутренние поверхности бедра, конечно же, живот. То есть, где мы видим мелкую складчатость, мелкую атоничность. Кожей аппарат отлично поработает. То есть, мы будем запускать синтез коллагена в любом месте, где это необходимо. Что еще имеем в показаниях? Это работа с веками на уплотнение кожи век, работа с растяжками, причем методика игольчества РФ это, на мой взгляд, максимально эффективная технология в работе с этим показанием. Рубцы. Рубцы нормотрофические, атрофические, гипертрофические. И выделю особый вид рубцов, это рубцы посттактные. С ними работать сложно, но, тем не менее, методика игольчества РФ эффективно с этим показанием поработает. То есть, очень много закрывается показаний. И плюс большой в том, что данная технология, она имеет, конечно, определенный период реабилитации. Если мы говорили про Эмфейс, реабилитация была в виде гиперемии, буквально от 30 минут до нескольких часов. Комфортное ощущение, и все проходит. Методика игольчатого РФ, она другая по ощущениям. Она довольно-таки чувствительная по сравнению с неинвазивными методиками. Но здесь я сразу выделю плюс и существенное преимущество именно Эксиона. Эта технология с минимальной чувствительностью, если говорить в целом про игольчатый РФ. Потому что зачастую мы проводим методику без анестезии. Если кто-то уже делал, или кто-то знает игольчатый РФ, вспомните, можно ли провести, и насколько это комфортно будет на каких-то других аппаратах. Здесь мы работаем зачастую без анестезии. Если мы используем анестезию, то ощущение абсолютно минимальное. Конечно, что-то пациент будет чувствовать, потому что иглы, хоть и тонкие, хоть они и максимально острые, они так или иначе прокалывают кожу. Поэтому небольшие ощущения так или иначе будут. Но опять же повторю, что это вполне переносимо, и уже много процедур проведено без апплекционной анестезии. Два вида насадок. Это изолированные иглы и неизолированные. Между ними есть определенные отличия, и нужно понимать, для кого какие иглы лучше подойдут. По официальной рекомендации, неизолированные иглы мы используем для первого-второго фототипа. То есть, чем выше фототип, тем повышаются риски гиперпогментации в последующем, посттравматической гиперпогментации. Изолированные иглы мы используем с первого по шестой фототип. Третий фототип для неизолированных игл, такой уже будет пограничный, стоит подумать, возьмем мы данную насадку или нет. Но на неизолированных иглах мы получаем больший синтез коллагена. Это уже подтверждено исследованиями. И, как правило, нужно меньшее количество проходов. Поэтому, если есть возможность выбрать неизолированные иглы, то есть, нам позволяет фототип, мы однозначно их возьмем. Меньше проходов, выше эффективность, выше синтез коллагена. Со всеми остальными фототипами, начиная с третьего по шестой, конечно, приоритетным будет выбор в сторону изолированных игл, потому что они имеют силиконовое напыление у основания иглы, который будет защищать наш эпидермис от перегревания. Еще одно преимущество данного аппарата – это искусственный интеллект. В аппарате заложены определенные параметры по мощности, по длительности импульса, но самостоятельно, вручную, специалист это не выставляет. Данная методика – монополярный РФ. Опять же, на рынке таких не так много. Монополярный РФ мы наклеиваем пассивный электрод на лопатку пациента, заземляем с помощью определенного провода. И этот большой пассивный электрод и в целом система взаимодействия насадки с кожей и пассивного электрода с телом пациента позволяет считывать сопротивление кожи. И в зависимости от того, какое мы имеем сопротивление в данном участке, подается определенная энергия. То есть аппарат автоматически подбирает длительность импульса, мощность для конкретного целевого участка. Это на самом деле очень здорово. Это предотвращает какие-то нежелательные явления, но оказывает, тем не менее, хорошие эффекты. Да, конечно, есть у нас диапазоны по длительности импульса и по мощности для зоны лица, для зоны тела. И вот в этих диапазонах аппарат настраивается под пациента индивидуально. Что мы наблюдаем после процедуры? Гиперэмия, возможен нормальный отек, возможны мелкие точки коагуляции, которые сохраняются от одних суток, может быть чуть дольше. Но в целом после проведения процедуры пациент уже не ощущает каких-то неприятных, дискомфортных моментов. И есть только вот видимое покраснение кожи. Это проходит от одного дня и может быть чуть больше. Есть рекомендации не посещать баню, сауну, солярий до недели, ну как минимум два дня после проведения процедуры. И процедура проводится в зависимости от выбранных параметров у пациента от двух недель интервал до полутора месяцев. То есть чем мы агрессивнее работаем, чем выше ставим интенсивность воздействия, тем, конечно, интервал нужно выжды чуть больше, чтобы реабилитация полноценно завершилась, чтобы кожа дала ответную реакцию на наше воздействие, и мы сможем снова провести наше воздействие. Как выглядит аппарат? На дисплее, в данном случае отображен дисплей фракционного игольчества РФ, что мы с вами видим? Есть количество импульсов, то есть я показываю аппарат уже с включенной насадкой, ресурс у насадки 1000 импульсов. Когда мы делаем прокол, считывается, соответственно, один импульс. Если мы неправильно поставили насадку, то есть она не плотно прилегает к коже под каким-то углом, или не поставили энергию, то аппарат нам сигнализирует и светом, в данном случае, где у нас находится насадка для фракционного аппликатора, при правильной постановке кожи, хорошем плотном нажатии, у нас будет синий цвет сигнализировать о том, что все проходит правильно, функционально. Если что-то происходит как-то под углом, не плотно прижали, в данном случае будет специфический звуковой сигнал, и насадка будет подсвечиваться красным цветом. При неправильной постановке импульс не списывается, то есть нам нужно еще раз поставить кожу, выбрать параметры, плотненько прижать и провести снова воздействие. Подключили насадку, мы выставляем определенные параметры, это глубина воздействия. В данном случае мы ее выставляем от 0,5 мм до 3,5 мм с шагом 0,5 мм. То есть 3,5 мм это максимальная глубина. Есть рекомендованные протоколы, которые нам показывают, что в области лба мы работаем на такой-то глубине, в области щек на такой-то глубине. То есть все это прописывается, плюс, конечно, мы на обучении рассказываем какие-то более продвинутые техники, адаптированные под наши регионы, чтобы эффект был у вас максимально хорошим. Дальше выставляется интенсивность, выражающаяся в процентах. И эта интенсивность показывает соотношение мощности и длительности импульса. То есть вот здесь искусственный интеллект максимально себя проявляет, который подбирает, как я уже сказал, и длительность импульса, и мощность, в зависимости от зоны, от сопротивления кожи в данном участке. И еще одна фишка, которая на самом деле очень интересная, это расширенный режим работы. Он может быть либо выключенный, либо включенный. То есть вот я вот ее нажимаю, он включенный. Что это такое? Расширенный режим работы, и в этом случае нам очень хорошо помогает монополярная система, это проникновение тепла на дополнительную глубину, на такую, на которую мы ввели иглы. Поясняю. Если мы с вами выставили глубину 3,5 мм и включили расширенный режим, то иглы погрузились на 3,5 мм, а температура и прогревание идет еще дополнительно на 3,5. То есть, соответственно, мы прогреваем нормальный слой, слой уже подкожной клетчатки на глубину 7 мм. А это уже хорошая глубина. Когда мы это используем? Конечно, для повышения тонуса кожи в работе по телу, то есть расширенный режим это преимущественно работа по телу, мы выставляем такую глубину и проникаем еще в слой подкожной клетчатки, компактизируя адипоциты, компактизируя подкожную клетчатку. Это позволяет и повысить тонус, и немного уменьшить объемы. Конечно, если мы имеем фартук у пациента так называемый, естественно, мы его не уберем. Но если есть какие-то небольшие зоны в области галифе, какой-то небольшой валик в области живота под ягодичной складка, дополнительной компактизацией жировой ткани она будет. И в чем это еще нам может помочь? Если я хочу поработать вообще с минимально болевыми ощущениями, но более-менее глубоко, я могу поставить даже в области живота, скажем, 2 мм, и поставить расширенный режим. Получается, я буду находиться на глубине 4 мм прогревания. Это даст комфортное ощущение и хорошую глубину воздействия. То есть, этот режим очень рекомендую использовать. На дисплее мы еще увидим вот такие вот столбики, ступеньки. Это показывает, насколько плотный и правильно подключен нас пассивный электрод. В данном случае он у нас к пациенту не подсоединен, поэтому видим красную полоску. При хорошем подключении это будет третья полоска, она будет синим цветом, сигнализирует о том, что все у нас отлично, пассивный электрод, плотно и правильно наклеен. Кнопка play, все и можно работать. Отмечу, что очень легкий аппликатор, удобно держать в руке. Кнопка запуска находится на аппликаторе, то есть, я на нее нажимаю, иглы выходят. И отмечу еще один момент, который мне, как практикующему специалисту, очень понравился, это быстрый выход игл. То есть, иглы здесь вылетают прям очень довольно-таки быстро, успевает поддаваться импульс. Это экономит время проведения процедуры, экономит время врачу, уменьшает нахождение пациента на кушетке, соответственно, ему нужно чуть меньше потерпеть, чем это было бы, скажем, с другими аппаратами. И область, то, что недавно было с пациенткой, мы сделали лицо и живот и обработали две зоны, довольно-таки крупные, за 25 минут. Скорость игл, комфортность ощущений. Это существенный плюс. Какой курс интервал? В данном случае все будет зависеть от того, с каким показанием мы работаем, и самое главное, какие параметры мы выставили. Потому что я выставлю, если я выставляю минимально рекомендованные параметры интенсивности, реабилитация будет довольно-таки быстрая. И мне нужно делать процедуры почаще и в большем количестве. Интервал может варьироваться от двух недель до полутора месяцев. И это, опять же, зависит от той интенсивности, которую я выставляю в процентах. Поставил ближе к 100%, в 80-90%, конечно, реабилитация будет чуть длительнее. И мы оставляем месяц, может быть, даже чуть больше, на полноценное восстановление кожи и снова проводим процедуру. На курс, опять же, если мы работаем на хороших параметрах, это достаточно от одной до трех процедур. Если мы работаем в более, скажем так, деликатных режимах, в более лайтовых, то порой, возможно, и четыре процедуры, или даже пять. Опять же, зависит количество, интервал от показаний. Если это рубцы, с рубцовыми деформациями работать чуть сложнее. Для них нужно время чуть дольше, чтобы все процессы запустились. То, конечно, и пять процедур здесь с рубцовыми деформациями будет очень хорошо провести. Какие мы имеем противопоказания? Противопоказания стандартные, классические, к проведению ИРФ-воздействия. То есть, это беременность, лактация, это онкологические заболевания, это наличие кардиостимулятора, это металлоконструкции в теле, это наличие имплантированных золотых нитей, потому что они могут притягивать на себя ток, и теоретически могут нагреваться, что может привести теоретически, опять же, к ожогу. Поэтому данных пациентов мы исключаем. Есть группа пациентов с тяжелыми соматическими патологиями в стадии обострения. Это гипертонический кризис, это почечная печеночная недостаточность. Естественно, мы с такими пациентами не работаем. Кожные заболевания, особенно в стадии обострения, не наши пациенты. Если это ремиссия, например, псориаз, системная красная волчанка, склеродермия, то в данном случае, конечно, нужно очень сильно задуматься, стоит ли проводить данную методику пациенту. Потому что, хоть эти противопоказания считаются относительными, мы понимаем, что есть травматизация иглами, возможен положительный эффект Кёбнера, поэтому стоит с осторожностью подойти к данной группе пациентов. И после процедуры мы наносим заживляющие, успокаивающие средства. Опять же, есть две теории. Кто-то рекомендует наносить, чтобы кожа быстро и восстанавливалась. Кто-то за то, чтобы получившаяся у нас травматизация давала хороший отклик на ткани. Здесь вот уже два больших лагеря, здесь не буду вдаваться в дискуссию. Тем не менее, для ускорения реабилитации мы можем использовать какие-то заживляющие средства. Это могут быть кремы, опять же, от аптечных, бипантен, пантенол. Без рекламы просто рассказываю, что я использую обычно в своей практике. Это возможен травмель, целгель, либо другие средства, которые позволят ускорить регенерацию ткани и провести пациенту более комфортно, перенести период реабилитации. И важный момент в сочетании с другими методиками. Конечно, игольчатый РФ, он очень здорово устраивается в различные протоколы. То есть, если мы работаем с постакна, мы пациента можем готовить, мы можем провести методику игольчатого РФ. В последующем, если мы понимаем, что нам хочется результат усилить, это может быть фракционная шлифовка или плоскостная шлифовка. Но опять же, конечно, проводя процедуру, мы ждем определенный интервал. И эффект от курса, он нарастающий, максимально через 1-3 месяца. Поэтому в идеале подождать, посмотреть, оценить ситуацию и состояние кожи наших пациентов и принимать решения о дальнейших методиках. То же самое с другими серьезными коллагенстимулирующими процедурами. Допустим, технологии Хайфу. Лазерное, абляционное или неабляционное омоложение. Выждать интервал между процедурами и опять же, в зависимости от параметров, которые были на других методиках, мы понимаем, что эффект нарастает от 1 до 3 месяцев. Если мы с вами никуда не спешим, то в идеале 3 месяца подождать, оценить результат и принимать решения о дальнейших процедурах. Эксион это универсальная платформа. Мы можем оснастить ее тем, чем необходимо для клиники в данный момент. Если вы взяли, допустим, платформу с одним видом аппликаторов, например, фракционной, потому что он закрывает большое количество показаний, но потом вы понимаете, что необходимо еще поработать более эффективно по телу, убрать жировые ловушки, и мы хотим поработать на уменьшение подкожевой клетчатки, и хотелось бы еще один вид аппликаторов. В данном случае можно дооснастить этот наш аппарат другим видом аппликаторов, который работает по телу в двух направлениях. Вот такой аппликатор, который мы используем в работе по телу, в нем подается два вида энергии. Ток высокой частоты и ультразвук. Те, кто знаком с БТЛ, знают, что в линейке есть аппарат Эксилес. И если сказать очень-очень условно, то это хорошая, продвинутая, модернизированная технология Эксилес Ультра 360. Рассматриваем аппликатор по телу. В данном случае подается и ток высокой частоты, и ультразвук. В чем отличие от, допустим, Эксилес? Стало более глубокое проникновение тепла. Если в Эксилес это было 2,5-3 см, то в данном случае до 5 см. Стало более интенсивное охлаждение, и появилась встроенная термограмма. То есть я работаю, скажем, в области живота, нагреваю до определенной температуры, вижу гиперэмию. Если мне нужно точно понимать, где, в каких участках, до какой температуры я нагрел, я выставляю, включаю режим термограммы, и он мне показывает, отображая цветом, где, до какой температуры нагреет и наши ткани. Это очень, на самом деле, удобно, и мы четко понимаем, что мы не пропустим какие-то участки, что мы их максимально хорошо и эффективно нагреем. Изменился ультразвук, в отличие от Эксилеса. Если там он был терапевтический и был такой, как хороший помощник для тока высокой частоты, оказывая дренажную опцию, то в данном случае мы получаем дренажный эффект, но и запускаем синтез гиалуроновой кислоты. И это очень важно в работе по лицу. Об этом я тоже скажу. По поводу курса интервала. Оптимально раз в неделю на курс 4 процедуры. Конечно, если мы имеем большие объемы подкожевой клетчатки, это, возможно, большее количество сеансов для получения просто вау-эффекта. Но для хорошего результата один раз в неделю 4 процедуры оцениваемый эффект точно так же, как и с другими коллагеностимулирующими методиками через 1-3 месяца. Это очень комфортная манипуляция. Пациент чувствует тепло. Тепло довольно-таки интенсивное. Но, как я обычно спрашиваю своих пациентов, насколько чувствуете тепло. Ведь субъективно, конечно, ощущения будут разные в разных людей. Но отмечаю, что где-то на 4 балла. 3 с плюсом, 4 с плюсом. Интенсивное тепло, но такое не должно быть, что обжигая, что горячо, что невозможно лежать. Подбираем параметры индивидуально под пациента, чтобы ему это было довольно-таки приятно. На данной платформе, когда подключены все виды аппликаторов, мы выбираем, что нам необходимо. Это, возможно, фракционный РФ. Это, возможно, аппликатор в работе по телу. Аппликатор неинвазивный для работы с лицом. И аппликатор, который нам позволяет поработать с наружным и интервагинальным интимным омоложением. В моих руках аппликатор, который дает неинвазивное омоложение лица. И выглядит вот он следующим образом. Выбираем этот аппликатор, что стало очень удобно. Схематично изображено лицо. Отображены зоны. И выбирая зону, вот скажем, я хочу поработать с областью переорбитальной. И он уже будет выставлять необходимое время воздействия и необходимую мощность. Опять же, эта мощность, она коррелирует и параметры по ультразвуку, и потока высокой частоты. И сделаю здесь особый акцент, почему появилась данная технология. Если в Эксиле с ультразвук, он был такой чуть более расфокусированный, терапевтический, то в данном случае он стал таргетированный. Он по-другому воздействует не только на коллаген и эластин, но еще и на фибробласты. И запускается синтез собственной гиалуроновой кислоты. То есть, мало того, что мы получаем хороший лифтинг-эффект, мы получаем дренажный эффект. Лицо компактизируется. Еще и запускаем вырубку собственной гиалуроновой кислоты. Но это, конечно, фантастика. Опять же, методика неинвазивная. Она комфортная, очень комфортная по ощущениям. Если игольчатый РФ все-таки какие-то моменты будут чувствоваться, потому что эти иголки проникая в кожу, то при работе неинвазивным аппликатором в области лица комфортное, приятное тепло. Кто-то сравнивает со столом терапии горячими камнями. В любом случае, это такая очень приятная манипуляция, а эффекты очень выраженные. Поэтому стоит обратить внимание на данный вид аппликатора. Выставляется определенное время, определенная мощность. Когда мы подключаем пассивный электрод к пациенту, замыкается цепь, можем нажимать кнопку play и работаем. И еще отмечу, что здесь на дисплее при подключении пассивного электрода мы будем видеть схему движений. Аппарат сделала, наверное, компания, сделала аппарат максимально простым, понятным и удобным, где специалисту не нужно даже открывать дополнительные материалы, обучающие. Все находится здесь. Выбрали режим, выбрали зону, все параметры выставились, схема движения показывается. Проводим процедуру. Процедура проводится один раз в 5-10 дней. Оптимально точно так же, как и в работе по телу, раз в неделю. На курс минимально 4 процедура. Возможно, опять же, чуть больше, если лицесо диформационно-отечный тип старения. Если большие избытки подкожевой клетчатки, если есть склонность к отечности, то, пожалуй, 6-8 сеансов они сделают эффекты поинтереснее. Но все исследования, все результаты, которые предоставляет компания, они базируются на 4 процедурах. Противопоказания к данному виду воздействия, применимые к аппликатору по телу, к аппликатору по лицу, они будут идентичны к тому, что я рассказывал, применимы к фракционному аппликатору. То есть беременность, лактация, онкология, кардиосимулятор и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь все у нас получается идентичное. И четвертый вид аппликаторов, которым можно оснастить данную платформу, это аппликатор, позволяющий поработать в гинекологии. Коллеги, я являюсь врачом-косметологом, поэтому гинекологией не занимаюсь и делаю только какие-то обзорные моменты по этому виду аппликаторов. Есть два типа датчиков. Один для наружного интимного омоложения и другой для интервагинального. И в данном случае отмечу, что подается только ток высокой частоты. Если в работе с лицом и неинвазивно в работе по телу мы имеем РФ-ултерзвук, то в данном случае работает только ток высокой частоты. Проводят обучение по данному виду аппликаторов наши коллеги из центра Лапина, мать и дитя. Они рассказывают очень подробно все нюансы о механизмах действия, показывают практическую часть, поэтому здесь я останавливаюсь, на нем не буду, они расскажут лучше меня. Отмечу, что данная платформа, как и аппарат МФейс, как и аппарат МСкалп, например, он не имеет каких-то комплектующих, требующих замены. Нет охлаждающей жидкости, нет ламп накаливания, предохранителей, которые нужно менять. Это позволяет аппарату работать, принося пользу пациентам и доход собственникам. Очень длительное время компания БТЛ занимала особую нишу по работе с телом. И у нас был только Эксилис, который позволял работать с областью лица, повышает тонус кожи, компактизирует ткани. И теперь сделан очень большой шаг в сторону работы с лицом. И мы имеем уже другой вид аппликаторов, который позволяет запустить синтез еще и гиалуроновой кислоты, дополнительно к синтезу коллагена, эластина. И, конечно же, технологии фракционного угольчатого РФ, которая максимально востребована в настоящий момент, максимально оказывает яркие эффекты. И теперь, в зависимости от того, что необходимо клинике, можно оснастить в данном аппарате.